Сура, девяносто шестая. Сгусток. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Читай, о пророк, что не спосылается тебе с именем Господа твоего, который сотворил всё сущее, и который сотворил человека из сгустка крови. Читай, о пророк, что не спосылается тебе, а Господь твой щедрейший, который научил людей письмо пером, письменной тростью. Научил человека тому, чего он не знал, и вывел его из темени невежества к свету знания. Но нет же, поистине человек, конечно же, выходит за пределы границ, установленных Аллахом, от того, что видит самого себя разбогатевшим. Но пусть он знает, что поистине, Господу твоему возвращения, каждый возвратится к Аллаху, а не к кому-либо. Думал ли ты о том, об Абуджахле, кто препятствует, рабу нашему, Мухаммаду, когда он молится Господу своему? Думал ли ты о том, что он, Мухаммад, на истинном пути, который ведёт к счастью в этом мире и вечной жизни? Или приказывал другим остережения, праведные деяния, посредством которых остерегаются огня ада? Думал ли ты, о пророк, о том, что если он, препятствующий молящемуся, счёл за ложь истину, посланническую миссию Мухаммада, и отвернулся от истинной веры, то каким будет его положение в день суда и в вечной жизни? Разве он, Абуджахль, не знал, что Аллах видит всё, что происходит, и как он смеет препятствовать пророку делать то, что Аллах дозволил ему делать? Так нет. Если он, Абуджахль, не удержится от причинения обид пророку, то мы схватим его за хохол, чуб, хохол лживый, грешный, и выбросим в ад. И пусть он, Абуджахль, зовёт своё сборище, родственников и друзей, чтобы они помогли ему. Мы позовём ангелов, стражей ада. Так нет, не повинуйся ему, когда он требует, чтобы ты не совершал молитву в мечети Аль-Харам. И ниц, преклонись перед Аллахом и приближайся к нему своим почтением, поклонением и служением.